Приветствую вас, аноним. Я предлагаю несколько взглядов на то, что с вами происходит. Первое, это смешивание одного с другим. И неопределенность в отношении того, что является, например, для вас приоритетом. То есть, например, для вас может выступать приоритетом, как, допустим, сексуальная сфера, так и, к примеру, сфера духовная, сфера жизни и так далее. Но нужно определиться, какая сфера для вас, скажем так, важнее. Потому что, исходя из своего выбора, выбора, исходя из того, что вы выбираете для себя. Вы уже будете действовать тем или иным способом. Но нужно именно, чтобы сделать выбор. Пока, пока, вам выбор не сделан. Ситуация будет, как мне представляется, достаточно неопределённой для вас. Потому что, ну, действительно непонятно, в какую сторону, вообще говоря, двигаться и, действительно непонятно, что вообще делать. С другой стороны, нужно понимать, когда человек испытывает к примеру. Сексуальное желание, сексуальная потребность, когда человек оказывается вовлечённым в страсть. С одной стороны, это ощущение, собственно, безопасности. То есть, молодой человек при всех его, скажем так, недостатках, видимо, даёт вам что-то связанное с безопасностью и спокойствием, раз вы чувствуете к нему сексуальное влечение, влечение. И достаточно сильное, сексуальное достаточно сильное сексуальное желание, да. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, вполне возможно, что речь идёт про определенного рода импринт, если можно так выразиться. то есть, некое запечатление, некое попадало в образ, следует чего у вас и появилось такое желание. вот, то есть, ну, тут, на мой взгляд, совершенно очевидно, что нужно в таком случае образ исследовать, если он присутствует, если, ну, попадание в образ присутствует. Вот. И смотреть, что это за образ. с другой стороны, можно и вести речь о том, что через, допустим, сексуальное желание, через сексуальное влечение вы снимаете какого-то, какого-то рода напряжение. что у вас присутствует. Что у вас может присутствовать. Присутствует. В результате некой тревожности, в результате некого напряжения, если угодно. И в таком случае требуется также работа по исследованию данного аспекта. тревожности что согласитесь, но тут хочется говорить максимально четко четко максимально четливо вот без каких-либо предположений. предположений. Потому что речь идет ну как бы о вас о том что вы хотите о том что вам важно и мне кажется что предположения можно только в некотором смысле ситуацию еще загубить и сделать ее еще более сложно. Я бы хотел обратить внимание ваше также на то что вы на мой взгляд эм очень тревожно очень тревожно тревожно ставите вопрос о том эм что что ну что нам делать эм в этой эм ситуации очень тревожно ставите вопрос все значит тревожно ну вы говорите о том чтоб избавиться избавиться от этого желания на мой взгляд это крайне тревожная позиция помышля избавляться от каких-либо желаний желаний не нужно избавляться их нужно раскрывать и нужно смотреть как они пришли к вам как вы их почувствовали как вы их ощутили вот и по-другому может может быть несколько позитивнее смогли бы их то есть свое желание удовлетворить но не избавиться от них потому что избавление ничего не хорошего нет избавляясь от каких-либо желаний вы не оказываете себе услугу от слова совсем никакую да потому что не удовлетворенность которая лежит на основе этого желания нам будет давать особенно наконец наконец то что касается отношений вы почему-то решили что мужчина не подходит вам для жизни и вы знаете спорить спорить с вами я конечно не буду именно спорить но почему вы решили что не подходит а если не подходит то почему вы решили что так будет всегда но если так вышло что вы с мужчиной спите если так получилось то у вас есть шанс у вас есть возможность с ним взаимодействовать узнавать его и у вас есть возможность своей позиции своим поведением своим отношениям какие-то вещи менять какие-то ну именно именно в контексте в контексте человек изменяя эти вещи вы можете совершенно спокойно адаптировать человека к себе с одной стороны с одной стороны и адаптироваться может быть немножко самой к нему с другой конечно если вам этого хочется конечно если вы в этом заинтересованы и так далее то есть тут понятно все зависит от степени вашей категоричности категоричности ваших суждений то есть все отношения можно гармонизировать в принципе любые вот было бы желание это сделать вот примерно так я думаю можно ответить вам ответить вам на вопрос который выдает я надеюсь что для вас это было полезно если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго и удачи уже поговорить про это просто как я это